Временем сегодня появились новые записи телефонных разговоров. Снова главный герой Борис Немцов. Политик опять нелицеприятно отзывается о коллегах по оппозиции. Как компромат попал в руки Лайф Ньюс, пытался выяснить наш коллега Алексей Камынин. Лёша. Здравствуйте, спасибо. Я встречался с главрядом Лайф Ньюс Ашотом Габрилиановым буквально час назад. И надо сказать, что на него критики после публикации разговоров Немцова вылилось едва ли не больше, чем на самого Немцова. Немцова обвиняет его в том, что играет на руку Кремлю или давит на оппозицию, пытается поссорить организаторов миссинга. Но он открещивается от всего этого и говорит, что он только менеджер, работает только на рейтинг, на рекламу. Что у него, собственно, и получается. Я спросил, не боится ли он исков, но он говорит, ну господи, сколько их уже было. И Лужков судился с нами, и кто только не судился, Яна Чапман. Ну а Немцов вообще только на словах собирается на нас суд подавать. А пока вот никаких бумаг там не получали. И почему вообще Немцов попал с этими разговорами на сайт, на что Ашот ответил Габрелянов, ну Немцов сейчас в трендах. Я говорю, ну Сурков тоже был бы в трендах, если бы его выложили. Но Суркова у меня нету, говорит Ашот Габрелянов. Давайте послушаем, что он ответил на вопрос, откуда же у них эти записи. Найти аудио, найти видео, документы, фотографии. Это очень дорого все. Вам стоило денег, Немцов? Это стоит ресурсов человеческих просто. Вы достали эти записи, законным путем? Да. Да. Я не могу прослушать телефонный разговор, это противозаконно вообще, в принципе. Вы же сами говорите об этом. Но я ставлю задачи перед журналистами определенными. Штат огромный. Зачастую я не знаю, как люди находят информацию. Я вам скажу так, что это, то, что мы опубликовали, в итоге пришло ко мне. В каком случае все-таки раскроют свои источники Ашот Габрелянов и Life News? Он так и не сказал, разве что говорит по решению суда. Тогда да, будем думать. А так ни при каком обстоятельстве, ни при каких обстоятельствах, иначе нам больше никаких новых компроматов не выложить. И через пять минут после того, как он это сказал, появились как раз вот эти вот свежие записи, о которых вы только что упомянули. Ну и еще очень много критики на Габрелянова вылилось после того, как он нелицеприятно отозвался о журналистах-коммерсанта. После истории с публикацией фотобюллетеня с нелицеприятными словами в адрес Путина. И после того, как Габрелянов назвал их непрофессиональными, а его обвинили в несолидарности, в отсутствии журналистской солидарности. Я его, собственно, спросил, чувствует ли он ее. Давайте послушаем. Вот вам четкий пример. Вы говорите про журналист-коммерсанта. Олег Кашин, известный журналист-коммерсант, один из самых известных на сегодняшний день. Ну, пишет про то, что наш генеральный директор ест ху** у себя в Твиттере. Ну, а какой, чтобы понимали, генеральный директор, на то время, не знаю, что он кто там, Демьян Кудрявцев, написал про нашего генерального директора, что он б***** у себя в блоге. Ну, вот о какой солидарности я должен говорить, если люди оскорбляют наше руководство, причем так открыто, матом. Почему я должен быть с ним солидарен? Я не понимаю. На всех случаях прокомментирую, что гендиректор Арам Габрилянф – это его отец. Ну, и, собственно, я пытался вывести на аналогии с таблоидом «Ньюс оф зе волк», который закрылся недавно Руперта Мэрдека после скандала, в общем-то, с такой же историей, когда были выложены телефонные переговоры. Оказалось, что таблоид прослушивает людей, подкупает «Скотланд-Ярд». Но Ашот Габрилянф вышел на какую-то, в общем-то, немножко конспирологическую теорию, сказав, что на самом деле он, как менеджер, понимает менеджера Мэрдека и говорит, что он ничего не боится, потому что просто почитал финансовую отчетность Руперта Мэрдека. И оказалось, что он не так уж много денег и потерял, а еще больше заработал. И даже настаивает на той теории, что специально Руперт Мэрдек обанкротил, устроил этот скандал, только чтобы избавиться от, в общем-то, приносящей убытки газеты «Ньюс оф зе болт». Ну и в конце, в общем-то, я его еще пытался спросить, чего же ему бояться, чего не бояться, так же, как боятся те, кто приходит на болотную. И вот мне его, как медиа-менеджер, и, в общем-то, человек, который пропагандирует такой циничный подход к журналистике, заработке, рекламе и прочее, было интересно его личное отношение к тем, кто приходит на болотную, к тем, кто придет 24-го числа на проспект Сахарова. Давайте послушаем. Да, у меня, у меня многие есть друзья, которые ходят туда, ну, я не знаю, я к ним, сказать-скать, я не отношусь как к массе кому-то, да, я отношусь к конкретным людям. У меня, например, есть люди, которые высказывают какие-то, я же не говорю там, что у нас все охренено в стране, там, да, есть действительно какие-то вопросы. Мы создали проект LifeNews, запустили проект журнал «Жаран», например. Вот, что надо, чем заниматься, мы создаем медиарынок, мы сейчас... Но остается только повторить рефреном «Вот, чем надо заниматься». Коллеги. Спасибо, Леша. Алексей Камынин поговорил со Шотом Габреляновым и выяснил, откуда у LifeNews взялись записи телефонных разговоров Бориса Немцова. А ваше.